Второй план. Вот он. Что-то такое растет. Помидоры, ебобы. Прям помидоры растут с ума. А нет, я извиняюсь, это гранаты. Это гранаты, да. Вот так оно выглядит. Я бы сказал скромно. Выглядит скромно, написано. Тоже где-то 230-240 квадратных фото. Три бедрома, две с половиной спальни. Тоже гараж на три машины такой вот он. Я даже не очень понял, чем он отличается принципиально. По внешним характеристикам вроде бы никак не отличается. Может быть мы внутри что-то увидим. Так, ну вот, мы зашли. Вот такая комнатка здесь. Конечно, когда вот такие работают комплексы, там дизайнеры, там работают профессионалы. Так, ну-ка. Вот тут у нас что? Спаленка. Спаленка. Со шкафом с таким. Хорошо. Я вижу, Свете понравилось, да? Вот так, туалет. Я жаловала как раз туда. Туалет, хорошо. Так. Свет, а цену где ты узнавала? А вот цена написана. Давай. Покажи нам цену. Спальня. У Светланы есть некий проспектик, да? Вот такой. Да, 594. 600 тысяч. 600 тысяч. А тот был? А тот был 584. То есть, те же самые деньги. И дело в том, что тут пока не с апгрейдом, но на самом деле оно там накрутится еще. Может быть, накрутится. Короче, 600 тысяч, грубо говоря. Такой скромненький. Вок-ин-клозет, не бог вести что. Так. Ну, все-таки вот эта входная дверь. Вот мы зашли. И проходим внутрь. Туалет. Так, а там что? Половинка туалета. Половинка туалета, значит, банны нет. А все остальное есть. Вы знаете, что просторно. Вот для туалета, где ничего, собственно, и нет. Кроме там толчка и раковин. Очень просторно. Ну, я сейчас в гугл зайду. Так. Вот здесь такой open space. А тут еще, тут еще кое-чего. Ага. Стиралка-сушилка. Очень, очень молодцом. Так. Спаленка. Небольшая спаленка. У нее свой гардероб. Гардеробная. У нее свой туалетик такой. Прямо как мастер-бэдрум такой получает. Но несущественный такой. Небольшой мастер-бэдрум. Так. А там что? Там настоящий мастер-бэдрум. Ага. Ну-ка. О! Это-таки, это-таки, друзья, санузел. Посмотрите. Уже всем санузлам санузел. Тут хорошо, так и ванная, и гардеробная. Такая гардеробная. Что всем гардеробным? Гардеробная. Тут от души сделана. Так. Ну-ка, Света, как тебе тут? Отлично. Хорошо. Прилично. И потолок такой метров, в смысле, футов, наверное, 9 до 10. Да, 9, наверное. Хорошо. Ну вот землицы немного, вы видите. Землицы немного. Ну, сколько есть. Нам говорили про 6 соток в основном тут. Ну, может быть, если с фронт-ярдом, так, может быть, 6 и будет. Ну, в общем, не то, что здесь много земли. Я не пойму. Тут написано 3 спальни, а тут реально 4. Обратите внимание, смотри, 1, 2 и 2 спальни ухода. Тут 4 спальни. Света нашла лишнюю спальню, неучтенную. Симпатичная такая. Что там? Пентри. Пентри, да, это горшочная такая. Ну, по-своему, какого размера пошла. Ну, да, да. Тут горшки, банки. Это пентри такое. А вот еще. Есть место. Вот. Кухня. Правильно? Вот вам кухня. Тоже раковина. Но здесь удобно. Здесь раковина и сзади плита. Обратите внимание. Раковина, сзади плита. Холодильник немножко в стороне. Чуть-чуть. Но. Ага, это столик такой пределом. Да, он движется? Нет, нет, но он подел. Но я думаю, что это наверняка модель такая, и можно этот каунтер поднять выше и сделать. Ну, да, да. Есть очень много возможностей для собственной спецификации. Очень приятно здесь, очень симпатично. Такой стол. Все. Вы видите, тут снизу проложена такая палочка, видите, чтобы дверь не могла открыться. Они не хотят, чтобы люди выходили на улицу. Ну, мы тогда и не будем. Вот такой дом. Хотелось бы посмотреть что-то более крупное. Свет, скажи мне, пожалуйста, вот эта модель и предыдущая, что-то в них есть разное кардинально? Вот если, допустим, на мой взгляд, мне эта модель нравится, и она меня бы устроила. Скажу тебе почему. Во-первых, вот это вот, оно у них называется Дэн. Здесь легко сделать офис. Хороший светлый офис. Здесь можно и стенку поставить, в принципе. Вот я и тебе об этом и говорю. Поставить стенку с дверью, и это будет офис, да? Да, можно такую открывающуюся из двух створок. Да. Причем, я не могу понять, очевидно, тут ошибка. Тут написано три спальни, на самом деле их четыре. Да. Причем реально четыре спальни мы сосчитали. Вот раз, два. Да. Две спальни. Две спальни. С общим туалетом. И там три-четыре. Тут удобно, знаешь, что если... Пока не заметили, надо брать. Здесь старики и молодые с детьми, допустим, вот тут молодая пара и дети в одной комнате могут находиться. Ну и гости еще, то есть... А те, которые по старшему... Вот я тебе говорю, что вот, например, на наши потребности этот дом бы у нас... Вот если бы мы с тобой не работали, а просто бы хотели где-то жить. Приехали к вам дети. Дети приехали. Светик, давай так. Вот такой дом, вот этот дом, этот прямо дом, если бы он стоял рядом с нами в Санта-Круз, сколько бы он стоил? Вот не 600 тысяч, а сколько? Три миллиона. То есть есть смысл. Да, но он там не стоит. Друзья, это модель номер три. Модель номер три. Сейчас мы так на нее посмотрим. Вот она, модель номер три. Я надеюсь, что они не перепутают тут количество спален. Так, почитаем, что пишут. А вот тут уже пишут, что 250, там 260 квадрат метров. Я немножко завышаю там, чуть меньше. Четыре спальни, три басрума. Дайнинг и машина на три. И гараж на три машины. Но такой тандемный. То есть где-то машина должна стоять за другой машиной. Зашли вот через эту дверь. И здесь такой, я бы сказал, в мексиканском стиле, такой дворик. Посмотрите, вот он такой дворик. Как бы смысл в том, что здесь можно, наверное, посидеть. Ну вот они тогда же поставили два стульчика. Света, а действительно, если перекрыть сверху там крышу какую-нибудь? Вот очень душно здесь. Ну это правда, да. Ну в общем, друзья, проходим через мексиканский дворик, который особо как бы и не нужен никому. И попадаем в дом. Предчествующая нам группа китайских граждан, значит, прошла насквозь. Мне здесь очень нравится. Вот первое впечатление, очень классно. Вот так заходишь, бабах, такая рыцарская, рыцарская комната. Здесь замечательный стейджинг, я вам скажу. Большие мастера работали. Бутылки пустые. Ну а у нас бы они были полные. Светочка, есть впечатление такое? А вот эти балки на потолке, посмотрите. Тоже от рыцарского замка. От рыцарских замков. Мы со Светой этого не любим. Шикарный стейджинг, конечно. Здесь гораздо больше земли, я бы сказал. Это хорошо видно. Здесь гораздо больше земли. Какой-то дворик такой есть, в общем-то. И тут вот такое место, где можно посидеть очень хорошо. Шикарно. Жалко, что нельзя выходить на улицу, конечно. Вот я забился в угол, друзья, и показываю вам из этого угла. Из этого угла. Он очень хорошо сделан, да. Очень хорошо сделан. О, еще вот этот вот тоже закуток такой. Закуток при кухне. А удобно, действительно. Жена там куховарит, а ты там пристроился, сидишь тут. Видео свои клепаешь. Что это базовая модель? Скажем, базовая модель, без желтого кабинета. А это черри, это уже апгрейд. Так. Еще 20 тысяч. Тут что-то написано, но, честно говоря, не хочется читать. Так. Ну что, очень-очень мило. Единственное, что я не видел еще спален. А вон там на картинках, вон там на картинках показывают вот эту комьюнити, которая тут, где мы с вами находимся. С детским садиком, с бассейном там. Вот она тут вся, видите, какая красивая. Их тут много-много, миля за мили, за мили строится, строится, строится. Очень интересно, друзья, получается. Вот это кухня, а за кухней какое-то пространство. Посмотрите, что это за пространство, скажете вы. А здесь полным-полно шкафчиков. Вот сверху, снизу. И поверхность. Одну секунду, мы сейчас удивим наших зрителей. Тут у нас, понятное дело, для сушильной и стиральной машины. Потолок высокий. И тоже шкафчики. И Света обещает нас удивить. Мы продолжаем двигаться. И тут тоже шкафчики. И снова шкафчики. А угадайте, что за нами? Только не, угадай. Ну, если только туалет? Нет. Нет. Ближе, тепло. Собачья ванная. Собачья? А, это все для собачек. Вот они. Мне нравятся кроватки. Да, все с косточкой. Картинки. Посмотрите, собачки с косточкой. Это все собачье. Собачий уголок. И телевизор для собачки, что ли? И телевизор для собачки. Ты, наверное, здесь можешь поставить сеточку из-тошкой. Собачка. Мне очень нравится, какие картинки потрясающие. Это надо найти столько картинок. Ребята, где найти столько картинок вообще? Ну, вообще, это вот это телевизор для собаки. Телевизор для собаки. Это можно поставить такой бэби-мод. Ну, если собаки нет, друзья, то непонятно, зачем вообще все это. Так. Тут такое тоже, в общем, в целом полезное, удобное место. Можно приспособить к жизни. Вот. Ну, а тут уж, тут уже спаленка. Красиво. Культурно. Давайте в уголок зайду, чтобы вам было видно все пространство. У меня за спиной участок их. Ну, какой есть. Да, значит. Какой есть участок. И вот там довольно симпатичная ванная, санузел. Давайте посмотрим. Вот у нас раковина. Одна тут. Вторая раковина. С той стороны вот джакузьки. От ванны джакузьки. Тут у нас гардеробная. Тут у нас душ. Вот вы видите душ. Тут еще одна гардеробная. Баба родная. Это богато. Очень богато. Так. Ну и, естественно, без этого куда? Туалет. Хорошо. Мне здесь очень-очень нравится, честно. Мы не спросили у Светланы, какая цена. Светик, какой ценник на этом деле? Посмотри, пожалуйста. Это у нас три. Это модель номер три. Здесь 4 спальни. 4 спальни, да. Модель какая? 620 тысяч. То есть, на самом деле, разница в двадцатку. Да. Или тут тремя спальнями четырьмя. Какой смысл брать на 20 тысяч дешевле? Я даже не знаю. Так. Что еще тут может быть? Так. Там у входа что-то было. Ага. Точно. Вот такие часы большие, красивые. Туалет. Раз. Так. Вот очень красиво. Пол. Туалет. Здесь дверь не повесили на петли. Петли есть. Спаленка. Тоже с гардеробной. Вы знаете, что она даже не такая маленькая. Она совсем не маленькая. Так. Тут что-то за дверью. Просто шкафчик. Очень хорошо. Шкафчик. Тут у нас какая-то проходная комната. Вы знаете, интересно. Итак. Тут много мебели. Телевизор. Что тут у нас здесь? Очень интересно. Это такое ощущение, как будто стартап у них параллельно. И вот они тут сидят и стартапят. Спальня. Вот что это, Света? Игровая, детская. Да, я не вижу тут четырех спален, ребята. Подожди, вот там по идее могут сидеть дети и смотреть сюда на телевизор, который странным образом расположен вот тут на столе. Тут не хвально. Считай спальню пока. Ты пока считай. Это детская какая-то. Не, ну понимаешь, как в том доме появилась лишняя спальня. Так, вот спальня. Света считает спальню, что-то не нашла она пока. Раз, два, три. Раз, два, три. Гардероб. Нет, это не спальня. Это человек. Нет, это спальня. Раз, два, вот это не спальня. Тоже здесь умывальничек, туалет. Такой вполне полноценный туалет. Все хорошо. Ну что же. Так, мне кажется, мы посмотрели все. Света как-то смутилась, пошла спальню считать. Здесь очень классно. Я хочу сказать, что новый дом за 600 тысяч, вот такой вот как этот, в часе езды от Сан-Франциско, это просто даже слов нет. Светлана, друзья, говорит, что если в предыдущем доме была четвертая спальня, хотя их было три, то в этом должно быть четыре, но почему-то она четвертую не может обнаружить. Но это всегда так бывает, не обращайте внимания. Тут такие жовтно-блокитные флаги, никакого отношения к украинским они не имеют, просто вот так у них цвет такой. И вот четвертая модель. Давайте посмотрим. Так вот. Такое ощущение, что попросторнее. Гараж на три машины, обратите внимание. Не три машины, где одна за другой, да, как у них там раньше было, а три машины полноценно становятся. Гаражи были закрыты, к сожалению, там на ключ, поэтому мы не могли в предыдущих моделях посмотреть. Так, четвертое жилище, 250-270 квадратных футов, три спальни, три туалета, Дэн. Дэн это тоже такая комната, но как бы без двери. Гараж на три машины, но там есть optional, то есть есть по выбору, можно сделать четыре бедрума, пять бедрумов, четыре баструма, офис и санрум. То есть там на самом деле можно еще скомбинировать. Входная дверь, это сразу при входе у нас, ну такая как бы детская, да? Это кабинет, это кабинет. Почему кабинет? Это детская, вот там же клозет. У всех свои, у нас свои. А, Света говорит, что правильно было бы сделать здесь кабинет, прямо так туда. Ну хорошо, хорошо, такая комнатка. Пусть будет кабинет. Оборудован он пока что, вот так, стейджинг сделан как на детскую. Тут даже можно поставить еще одну детку. Да, там написано, что optional, это может быть и четыре бедрума и пять. Почитай, что на входе написано. Потому что, я думаю, что это сама вот свою планировку, очень красивая. И тут всюду, видите, стоят эти скобы и нету дверей, так они могут быть с целью показа. Очень симпатичный, очень симпатичный туалетик, очень. Мне нравится здесь. Очень симпатично. Вот, вы видите, дверь отсутствует. Здесь тоже могла бы быть дверь, вот тут могла бы быть дверь. Здесь есть дверь, и вот, пожалуйста. Но, просто они ее сняли. Входная дверь, вот мы от нее глядим. Очень красиво мы зашли, так вот, видите, тут снизу такие красивые медальоны. Потолки высокие. Вот тут такая комната. Красиво. Тут, на самом деле, можно было бы поставить побольше стол там, для того, чтобы с гостями посидеть, покушать. Здесь очень мило, очень. Это мы еще не зашли толком в дом, это мы только на входе, все. Так, что у нас тут? Дверь. Куда? Не открывает. А, гараж. Дверь в гараж, но вот, зато она со стеклом, и видно, что внутри. Шикарно. Так, а тут? А тут просто шкаф. Открывается, но просто шкаф. Окей, картинки. Стиральная сушильная машина. Идем дальше. Значит, заходим в дом. Ну что же, друзья, зашли мы неплохо. Нет, это хорошо. Да. Знаете, вот, когда я был пионером, и мы ездили в пионерские лагеря, вот я ездил в Алушту очень часто, и мы писали письма. А сзади на письмах подписывали всякие идиотские подписи. В частности, вот так пишешь, из одного угла в другой лети, как Гагарин, а из другого угла в другой вернись, как Титов. Да, было такое. Правильно, да? Вот. И, значит, вот мне тоже этот дом чем-то напоминает. Мишка, ты посмотри, интересная планировка. Да. Очень много пространства, но в то же время, если кто-то хочет, по российским пониманиям, раньше, какая коммунальная квартира получилась, посмотри, вот отсюда, туда идет стенка, вот так. То есть зал получается большой. Так, вот если вот так вот, стенка, да, можно провести стенку. А это можно, не знаю, две, три комнаты еще сделать. И, посмотри, в каждую, где есть окно, ты можешь сделать перегородку, и, в принципе, сделать тут по крайней мере три комнаты вот так вот. Да, можно госпиталь организовать. Да, да. Как хорошо, друзья, что не надо ставить стенки. Вот на двоих берешь, вот нам со Светой, допустим, если бы мы хотели бы. Вот, Свет, нам бы хватило такого дома на двоих? Да. Вот, нам бы хватило, не надо никаких перегородок. Бильярд, друзья, унизительный. Это унижение, играть в такой бильярд. Это просто неприлично. Вот, маленький, не солидный. Вот. А вот тут отсюда? Так. Ну, бакьярдик-то. Ну, скромно, скромно, что тут скажешь. Вот это место тоже. Очень похоже на то, что мы видели в других домах. Но, что существенно, сверху закрыто, там действительно тенечек будет. Вечером хорошо. Вечером здесь прохладно. Днем тут может быть жарко, а вечером прохладно. Поэтому днем ты живешь на кондиционере. Вот. Теперь. Это почти Светиная мечта. Вы видите, раковина и плита. Вот они рядом. Хозяйка простым поворотом корпуса достигает от раковины, плиты и обратно. Чуть-чуть подальше холодильник. Но это приемлемо. Это приемлемо. Так. Вообще, я бы сказал, что мне очень нравится. Сколько стоит Света? Сколько? 608. 608. Они практически все в одну цену. Но там было сказано, что можно довести его до 5 спален. Там 4, и сейчас так вроде 3, а потом 4, а может даже 5. То есть, может быть, он чуть дороже станет. Ну, вот эти вот места, вот все вот, они просто их разгородят. И будет немножко меньше Этерия. А немножко больше это. Но здесь мне что нравится, что здесь гараж на 3 нормальных машины. Такой не тандем. Хотя в тандеме тоже есть свое прелесть. Ты можешь часть отгородить. Еще раз. Если тебя мало, если нас двое, у нас 2 машины, хрен для нам там, понимаешь. Ну, а знаешь, на 3 машины все-таки. Конечно. Можно будет карту поставить, как здесь стоит. Тут у многих есть golf-карт. Так, я думаю, где мы еще не были в этом доме. Понимаешь, вот здесь вот смотри. Сюда, покажи мне, что-то межит. Куда? Сюда. На мой вкус, я бы не делала вот этот низкий столик мраморный. А я бы делала его высотой каунтера. Вот точно так же, как он есть, да? Так. Ну, этот столик, он пределан. Он пределан, но это не обязательно. То есть, ты можешь вгрейд сделать себе и сделать. Ну, да, вгрейд. Я уверен, что... Это не часть базовой модели. Даже сами поменять этот столик, просто выше сделать опору, вообще нет. Ну, хорошо, так что. Значит, столик сделать вровень с каунтером, да? Чтобы это было место для того... Здесь стулья повыше. Да, стулья повыше, все, и все. И здесь самое правильное место, ты готовишь на плите. У тебя здесь каунтер, ты сюда переносишь, тут у тебя холодильник, и все получается тип-топ. Да, очень хорошо все. Сверху стороны, посмотри, если мама готовит, а дети сидят здесь, и все, он может получше давать... Как святой. Для маленьких детей не скидывается. Толик прямо так натурально, натурально как ангелочек там. Пошли разбираться. Карпит хороший, это не плохой карпит такой, не дешевка. Это приличный карпит. Стейджинг замечательный, я бы пятерку поставил людям, которые делали этот стейджинг. Хорошо, так, давайте посмотрим, что у нас тут в мастере. На полу у нас плиточка, такая с лилиями. Прям королевская такая плиточка. Очень странно вот эта ванна стоит, честно, неожиданно. Так, значит, вот столик тут, столик там. Для нее и для него. О, значит, тут туалет, вот он там выглядывает, и вы мне поверите на слово. Вот здесь душ, вы мне тоже поверите. Вот я вам покажу, вот душ, вот он там. Так. Ну и, конечно, гардероб. Красиво, ручки блестят. Жизнь удалась. Хороший, хороший мастер бедром. Там дальше какая-то жизнь продолжается. Пол очень красивый, знаете. Так, и здесь тоже вот мебель. Красивые картиночки висят очень-очень одухотворенно здесь. Так, тоже туалетик. Душ. И здесь вот справа, наверное, еще одна спальня должна быть. Ну, небольшая, так скажем прямо. Спаленка не большая. Да, я пройду в угол, так вот туда зажмусь, чтобы вам показать все, что тут есть. Небольшая спаленка. Значит, в нынешней модели их должно быть три. Ну уж, сколько выйдет. Я, честно говоря, даже не считаю. Но вот тут две, да? Там мастером за спиной один. А где еще один бедром, ребят? Вот тут два. А там же один у входа был. А, точно, был один у входа. Вот здесь, кстати. Посмотрите, как пристроились у нас тут уже, Света, столиком. Они уже тут сидят, как будто живут тут уже сто лет. Да, может тут поселиться. Ну, понравилось, по-моему. Неплохо. Все здесь хорошо. Вот мы сейчас сидим столиком и обсуждаем. Да. Все здесь хорошо. И красивый дом замечательный. Чем здесь заниматься? Вот посмотришь, тем, как мы живем, допустим, в Толине. Да. И получается так, что там мы гуляем вдоль океана, здесь можно гулять вдоль озера, что он доест, в общем, тоже. В океан все-таки там... И океан надоедает. Там в океан все-таки жизнь какая-то кипит, ты все время на него смотришь, но ты гуляешь... Светик, в Санта-Крус, если ты про Санта-Крус говоришь, там туристическое место, там миллионы людей проезжают за год, туристов. Там большая туристическая жизнь. А здесь место спокойное. Вот как живут люди там, допустим, в Кентаке? Как живут люди в той же Флориде, но вот не там, где туристы, а просто во Флориде, где нет туристов? Ну вот как они живут? Вот они так живут, просто живут. Ну вот а скучно. С большой разницей, что оттуда до Сан-Франциско дальше. Да, отсюда часто. А отсюда сюда часто. Но понимаешь, как, если придумать себе некоторый стиль жизни, ну такой, что мы на лодке мы не ездим, к гольфу мы не играем, да? Толик рядом есть большой плюс, Боря рядом есть большой плюс, да? Да, значит, можно ездить по полям, покупать фрукты, овощи. Да. Можно готовить еду, звать гостей. Звать гостей, пить водку. И подшивать онлайн. И опять же могут приезжать гости. Да, и если, а поскольку у кого-то из друзей всегда есть лодка или RV. И за которым они ухаживают. За которым они ухаживают. Они ухаживают. Да, ну и тоже скучно. Да. Вот, и тогда уже ты просто как бы, значит, такой образ жизни. Светик, давай про 4 все модели скажи что-нибудь. Практически все в одну цену. Они, да, они отличаются немножко по, но это базовая цена. Нельзя забывать, что пока, знаешь, тут немножко есть такой трик к сейлски, да? Да. С одной стороны, они нам покажут апгрейднутый дом. Поэтому мы не знаем, сколько цена будет всех этих апгрейдов, если это делают. Мы сейчас зайдем в офис и просто спросим у них, да? Но вот так они все примерно в одну и ту же цену. Какие-то дома мне понравились больше, какие-то меньше. Этот дом, конечно, самый большой. И с точки зрения потенциала, во что его можно превратить, даже новый дом, у него потенциал намного больше. Да, опять спален, конечно. Вот, и, конечно, в этом смысле он представляет из себя интерес. Из того, что осталось из тех трех домов, второй мне понравился больше всех, потому что там уже сделано, ну, опять же, каждый со своей колокольни смотрит. Я смотрю на наши какие-то интересы. То есть именно с наших интересов он бы нас устроил больше, чем даже дом на двоих. Да, дом на двоих. Этот еще даже лучше, да? То есть, если вы нас принимаете в свою комьюнити, то мы уже сейчас бросаем все дела в школу. То есть вы берете этот или какой? Этот, да. Друзья, школу мы пока не закрываем, так что вы не волнуйтесь. Ну что же, мы зашли еще раз в офис, поинтересовались, что там у нас разница в цене между базовой моделью, которая прописана в буклете, и сколько это будет стоить, когда там более-менее отделано, вот как то, что мы видели. Нам было сказано, что примерно тысяч пятьдесят люди сверху накидывают для того, чтобы положить красивый пол там и так далее. Потому что если базовый пол, то это плитка и карпит, ковровое покрытие. То есть там нет дерева. Вот, если вы хотите красивый там пол деревянный и так далее, то это вот еще там до пятидесяти тысяч. Ну, не только пол, а еще там всякие другие украшения, да. То есть можно пятьдесят тысяч сверху накинуть, чтобы было уж совсем красиво. Субтитры сделал DimaTorzok